Добрый день, дорогие друзья! Добрый, добрейший и яркий день. Подходит месяц Ияр к завершению. И май подходит к завершению, и Ияр подходит к завершению. И начинается у нас новый этап. Начинается скоро месяц Сиван. Сиван. Мы приближаемся к дарованию Торы, к Шавуоту. И это будет 50-й день Омера. Сегодня у нас 44-й день Омера. То есть мы считаем от Песоха 49 дней, 7 недель. Вот сегодня у нас 7 недель и 2 дня. Всего 44-й день. Значит, отлично. И продолжаем изучать Тору. Приближаться ко Всевышнему всеми силами. Значит, сегодня в книге о Йом-Йом. В книге о Йом-Йом. В книге «Каждый день. Последний любая участия Рэбы». Он приводит нам такой интересный отрывок, который... Он отличает действительно... Вот я, честно говоря, кроме как в Хабаде, нигде не видел на это акцента. Я много занимаюсь, уже больше 20 лет соблюдаю Тору, изучаю. Но именно в Хабаде на этом делается основной акцент. Вот давайте посмотрим, да. Пишет он так. Взлет души происходит ежедневно во время трех молитв. То есть очень глубокая мысль. Очень глубокая мысль. Значит, Юрий Разумный мне дает такое благословение. Благословение 600 триллиардов долларов, что это, наверное, доллар обесценится. Это благословение очень странное, потому что если я получу 600 триллиардов долларов, то тогда этот доллар, наверное, будет ничего не стоить. Не может быть такая цифра большая. Что будете с ними делать? То есть спасибо за благословение. Но пожелайте, пожалуйста, цифру такую какую-то более... А я не понимаю, что делать. 600 триллиардов... Нет такой цифры. 600 триллиардов долларов. Но спасибо за благословение. Спасибо. То есть может быть действительно вот такого мне желают. Прям много-много денег. И потом из них какая-то часть, даже если придет, тоже хорошо. Я вчера видел, кстати, вот конкретно... Я здесь обучаю одну компанию. Как человек за один день, вот прям конкретно я видел своими глазами, за один день заработал 460 тысяч долларов. 460 тысяч – это вот это криптовалюты, это такой мир вообще непонятный. NFT, криптовалюты. Вот просто создалось совершенно триллион... У них... Да, у них, по-моему, есть полтора триллиона общее количество их денег, которые вообще... Это ни о чем. То есть это возникла идея, которая подтверждена... Ну вот какие-то номерочки, циферки. Но она настолько помогает понять то, чем мы занимаемся, вот эти вот криптовалюты... Вот у человека есть номер какой-то, который значит, что у него есть биткоин, да? Вот у него есть номер. И он, в принципе, может этот номер поменять на реальные деньги. И вот эта вот идея, когда ты делаешь заповеди, ты не понимаешь, что поменялось в мире, если я выполнил какую-то заповедь. Что поменялось? Ничего. Вот я там помолился. Что поменялось? Ничего не поменялось. Или я там одел тфилин с утра. Что поменялось? Ничего. Или я сделал там, кому-то помог. Ну да, это поменялось. Это фактически поменялось. А, например, такая заповедь, сходить кого-то там, проводить последний путь на похороны. Особенно если этого некому похоронить, человека, его похоронил, даже первосвященник должен его похоронить. Такое уважение, да? Теперь, значит, такое уважение к человеку. Вот давайте помолимся сейчас, чтобы Дергель Мия, чтобы было ей полное выздоровление. Полное выздоровление, чтобы она выздоровела, чтобы она вообще исцелилась полностью, да? Чтобы было у нее полностью исцеление. Теперь, когда человек выполняет заповедь, он не понимает, что меняется в этом мире. Точно так же, как непонятно, что меняется, если у кого-то появился номер, какого-то длинный-длинный номер из букв и цифр. Но это длинный-длинный номер из букв и цифр, он значит, что у него есть какой-то биткоин, который он может поменять на, там, деньги потом, да, на 30 тысяч долларов. То есть, понятная идея. Вот эти вот криптовалюты показали нам, что каким образом наши добрые дела, заповеди, молитвы переходят в духовном мире в другое состояние, и потом они как будто бы обналичиваются в вещи, которые понятны для нас, да? Очень классно, когда, например, вот есть такое тоже, как правило, вот когда мы молимся за здоровье кого-то, можно дать сдаку, дать любую монетку, монетку, денежку, там, сумма здесь не принципиально, принципиальное действие. Дать деньги над сдаку и сказать, я выполняю заповедь сдака, заслуга этой заповеди, пускай выздоровеет там такой-то человек, и это очень влияет, да. Хорошо, давайте еще раз. Говорит нам любая частая Рэбе в книге о Йом-Йом, что взлет души каждого еврея, каждый еврея здесь в кличках, потому что мы изучаем Тору, но я думаю, что это работает одинаково и для евреев, и не для евреев, но для евреев, еще раз повторю, что для евреев соблюдать заповеди обязательно. Те, кто не евреи, хотят профессионально служить Всевышнему, то они себе выбирают вариант профессионального служения. Если они идут по христианской линии, например, да, то у христиан профессионалы идут в монастыри, они отказываются от жизни, ну, такой нормальной. У евреев нет, у евреев ничего ты не отказываешься, ты, наоборот, еще больше должен интегрироваться. Вот смотрите, как интересно, прямо наоборот, я сейчас, у меня есть несколько таких клиентов, друзей христиане, протестанты, и я вам говорю, как это так у вас, нет такого, то есть у евреев, если ты служишь Всевышнему, ты обязательно должен быть женат, женат или замужем, то есть потому что большая часть заповеди, она как бы проявляется во твоем взаимодействии с женой или с мужем. Я вам говорю, как так у вас, а они говорят, а у католиков вообще наоборот, то есть если ты служишь Всевышнему, да, по-крестьянскому, по-католическому, ты должен вообще уйти и вообще не жениться никогда, да, в монастырство. Теперь смотрите, еще раз, взлет души происходит ежедневно во время трех молитв. Это понятно, ты становишься молиться, ты отключаешься, как бы вот ты становишься, говоришь, все, я сейчас иду разговаривать с Богом. Что такое идти на молитву или молиться? Это конкретный разговор с Богом. Я вчера бегал, я в Турции сейчас, я пошел побегать, и я смотрю, вот водитель грузовика, он вышел из грузовика, и он постелил коврик, дерево такое, травка, никого вокруг нету. Вот я пробегаю такое полудикое место, и он вот, значит, постелил коврик и делает намаз, и он молится. Я думаю, вот насколько все-таки эта молитва, это такая, такая крутая вещь, что человек, он в середине рабочего дня, пришло время, и он оставляет все свои дела и говорит, у меня сейчас разговор со Всевышним. Все, я сейчас занят, мне нужно поговорить со Всевышним. И вот во время этой молитвы взлетает душа, то есть его как бы внимание, его намерение, его энергия направлена на то, чтобы именно взлететь и соединиться со Всевышним. И в молитве мы тоже можем сейчас во время урока упомянуть девочку Дердель, а можем во время молитвы упомянуть. Во время молитвы будет еще сильнее сила вот этой просьбы. И дальше он продолжает. Вот тут начинается, вот тут начинается очень интересная вещь. Точно так же, как во время молитвы взлетает душа, точно так же взлетают души праведников, которые постоянно продвигаются от одной вершины к другой. Известно, что души праведников поднимают в святости, они молятся и благословляют всех тех, кто связан с ними. О, вот тут интересно, чем отличается праведник от обычного человека? Обычный человек, когда молится Всевышнему, он о ком думает? О себе. Он думает, вот Всевышний, у меня столько проблем в жизни. Мне нужно, то мне нужно, это мне нужно, здесь мне надо, там мне надо. А праведник, он говорит, Всевышний, столько у меня проблем. Девочка болеет, Дердель. Война идет, людям нечего кушать. И он, праведник, молится за всех. То есть, он говорит, у меня проблем вообще нет. У меня все в кайфе, я со Всевышним, у меня впереди вечная жизнь. Какие у меня вообще могут быть проблемы? У людей проблемы. И он, праведник, молится за тех, кто связан с ним. И вот тут как раз идет дальше то, что отличает Хаббат. Тех, вообще Хаббат и Хасидут. Тех, кто выполняет и соблюдает указания праведника. В частности, за своих учеников и за учеников своих учеников. Это делается для спасения их, как в материальном, так и в духовном мире. То есть, у Хасидов есть вот эта вот практика, традиция. Что Рэбб, он очень сильно связан со своими Хасидами. А Хасиды связаны с Рэбб. И они ему говорят, что замолви за нас словечко, помоли за нас. Вот многие спрашивают, почему ездят в Умань на Роша-Шана, ездят много людей, там десятки тысяч, да? Рабин Ахман, перед тем, как он умирал, он сказал Хасидам. Во-первых, он попросил себя похоронить на месте. Почему он именно в Умани попросил себя похоронить? В Умани была резня, была до этого резня и убили бандиты, погромщики и животные убили. Ну, животные это в кавычках, потому что животные так бы не поступили. Страшные люди убили 10 тысяч евреев, женщин, детей, стариков. Устроили резню, 10 тысяч человек убили в Умани, и они там были похоронены. И Рабин Ахман, когда он туда приехал, он говорит, это святые люди. То есть они погибли такой страшной смертью, что они своей смертью искупили все вообще, которые были у них там, если и были какие-то грехи, то в момент, когда человек получает такое страдание, умирая, а можно представить, какое страдание, как страдают люди, когда убивают их женщин, детей, на их глазах, их убивают. То есть это страшно было. И в момент, когда человек испытывает такое страдание, то его все грехи, они, естественно, искупаются, и у него не просто искупаются, а он выходит туда, как будто бы он всю жизнь был самым великим праведником. И потому что все в этом мире очень равновесно. И Рабин Ахман, когда увидел, он говорит, это самое святое место, которое только есть, похороните меня здесь. Его похоронили в Умани, и он перед смертью сказал, что те, кто будут приезжать ко мне на Мадилу, в Рошашана, и молиться на Мадиле, то есть Элякзор Бетшува, это раскаиваться в своих грехах, он составил специальные, называется это Тикун Аклали, называется глобальное исправление на русском языке. Это 10 псалмов специальных, он выбрал, у него был такой святой дух, он выбрал 10 псалмов из псалтера, из Таилим, да, из псалмов царя Давида. И те, кто читают там, раскаиваются в этом святом месте, именно в Рошашана, он говорит, я вас вытащу, даже если у вас будут какие-то супер грехи, я вас вытащу, я вас вытащу из, даже из Ада я вас вытащу, он говорит, если вы, то есть он создал людям такую мотивацию, и они молятся, они усиливают его, он там поднимается, то есть представьте, он когда умер, то за то время, которое он умер, сколько людей по его книгам, по его учению раскаялись, и, ну, реально, как бы, очень много людей, его Тора, Раби Нахмана, она для людей, которые находятся в Машбер, это в диком кризисе, у которых что-то произошло, какая-то болезнь, какая-то неприятности. Вот Рав Шалом Аруш, вот эти его книги, Сад Благодарности, Сад Веры, это как раз ученик Раби Нахмана, вот он как раз из этой истории, он сам стал религиозным в кризис, и вся их Тора, вот именно Бресловская Тора, да, Раби Нахмана, она невероятно помогает людям в кризисе, она им открывает, нет отчаяния, нет, там, главное, ничего не бояться, и она реально дает силы тем, кто в кризисе. Теперь у Хаббат, например, у них по-другому, Хаббат очень сильное движение, они, это движение таких воинов, они всегда боролись, все их Раби, начиная с первого Раби, сидели в тюрьме, у них все сидевшие по нескольку раз, их бросали в тюрьму, они выходили, их предыдущего Раби, ему там его приговорили к смертной казни, потом его отправили в ссылку, потом отпустили, то есть они воины такие, да, Хаббат это воины, и они, ну они реально там сейчас во всем мире, это самая экспансия, да, то есть они находят евреев в любой точке мира, в любом месте, они находят и возвращают ко Всевышнему, да, это Хаббат. То есть каждый может найти такого Раби, который ему более близок, и когда ты изучаешь его советы, вот как мы изучаем сейчас советы Любавического Раби, и когда мы, мы как будто бы с ним соединяемся, и написано, что он нас благословляет, он нас, вот сейчас конкретно на небе Любавический Раби, он смотрит, как мы изучаем его книгу, которую он составил о Йом-Йом, и он радуется, он дает нам благословения и силы, чтобы нам в этом мире тоже было хорошо, и чтобы мы приближались ко Всевышнему. Я думаю, что это так работает. Теперь вторая книга, давайте, это мы изучаем книгу «Обретение неба на земле», в которой разбирается 365 идей Любавического Раби, и сегодня такая идея, значит, идея очень глубокая. «Наш мир – это мир возможной радуги». Вот какая красивая метафора, да? Значит, наш мир – это мир возможной радуги. Сначала этот мир только получал и возвращал без прибыли. То есть люди получали от Всевышнего все возможности, использовали их, и никак ничего не возвращали ни друг другу, ни Всевышнему. То есть это был мир до потопа. Делали то, что они делали, и умирали, когда умирали, был как рай на земле. И так оно не работало. Так оно не работало, потому что, когда человек только получает и ничего никому не дает, то это эгоистический мир, который не может существовать. «После потопа мир был создан заново, земля освободилась от грязи, атмосфера очистилась». То есть для того, чтобы земля освободилась от грязи, нужно было сделать потоп. То есть человек освобождается, встряхивается, вспоминает о Всевышнего только из-за того, что Всевышний человека встряхивает. Значит, «После потопа мир был создан заново, земля освободилась от грязи, атмосфера очистилась, Мир стал местом, которое могло принимать солнечный свет, проникающий сверху, и многоцветно отражать его. Он стал местом, где сотворенное смогло родиться, обрести душу, тело, долю в этом мире, все пропитание, которое творец даст ему, и использовать это, а затем вернуться словами. Смотри, что я сделал с тем, что ты дал мне. То есть вот эта метафора этого мира, возможность создавать радугу, когда свет, вода и определенный ракурс дает невероятную красоту, да, вот эта радуга, это красиво, то же самое, мы в этом мире принимаем от Всевышнего материал, возможности, и мы Всевышнему говорим, смотри, что я сделал с тем, что ты дал мне. Я вернул, я помог, я сделал добро, то есть я прошел этот путь, создав пользу. Да, первую половину жизни, даже первую часть, не половину, там, в детстве мы получаем, получаем, получаем. Потом мы становимся средний возраст, мы учимся, как отдавать, потом не средняя, школа. Потом человек выходит на работу, и он приносит пользу другим людям. Кто-то больше, кто-то меньше. Дальше человек думает, а как я могу еще приносить пользу? И вот тут как раз вот этот вопрос, с которого мы начали, женитьба. Что такое женитьба? Женитьба, это ты делаешь счастливым другого человека. Ты даешь возможность родиться детям, и ты за ними ухаживаешь. То есть ты выращиваешь, это и есть милосердие в чистом виде. Жениться и вырастить детей, это и есть огромное, невероятное проявление милосердия, которое, если человек от него отказывается, то это как раз, ну вот, это серьезная проблема. Это серьезная проблема, потому что жить одному и не, ну, как бы, это эгоизм. Это эгоизм. Вот. А вот помогать, ладно, хорошо, ты не хочешь помогать мужу, жене, там, детям, помогай другим людям, молись за них, делай пользу, там, и так далее. То есть, но очень важно, человек не может быть в этом мире эгоистом. И когда люди начали так делать, Бог поклялся никогда больше не уничтожать мир. Если его обитатели пойдут в неверном направлении, они всегда смогут вернуться и исправить ошибки. Да. То есть у нас у всех есть возможность всегда раскаяться, сделать шуву и, значит, идти дальше. Хорошо. Последних буквально несколько минут сегодня. Недельная глава, мы продолжаем изучать в Израиле книга Ваикра, третья книга Торы, и раздел называется Насо. Насо это... Секундочку. Почему это книга Ваикра? Это Абамидбор уже. Почему не написано Ваикра? Нет, это книга Абамидбор, да? Я не знаю, почему Насо написано Ваикра. Сейчас, секундочку, уже ошибаюсь. А, все правильно. Ваикра – это не книга Ваикра. Это у нас организация называется «Ваикра». Вроде платформа «Ваикра». А я думаю, что такое? Вроде бы у нас это «Бамидба». И опечатка, кстати, и в этом самом, в Хитосе тоже опечатка написана книговая «Ваикра». Значит, здесь идет перечисление сынов Мрари. Мрари – это было три рода в колене Леви. Три сына было у Леви. И, значит, идет перечисление каждого рода. Сегодня род Мрари. Они несли стены, они несли засовы, они несли вот эти вот столпы, подножия. Самые тяжелые части мешкана несли семейство Мрари. Значит, их было, они несли, значит, брусья с тени, засовы и так далее. Очень тяжелые вещи они несли. И, значит, сколько их было, их посчитали от 30 до 50 лет, которые служили при шатре собрания. Это очень важно. Вот именно только с 30 лет можно было идти на службу в храм. А до 30 лет этому надо было учиться. То есть они учились. Это были, как можно сказать, в 30 лет они были, есть аспирантура, как аспиранты, да, они были. Они знали уже. Очень они были, ну, в служении Всевышнему, левиты были очень глубокие и знающие. Сколько же их было всего? Их было 2750 человек всего, да. То есть, если каждое колено, например, там, в среднем... Всего левитов было, вот здесь тоже в этой главе написано, 8 тысяч всего в трех родах. Всего было левитов вместе. Вместе, сейчас я вам скажу. Значит, всех было 8580. 8580. Практически в 10 раз меньше, чем мужчин в колене Иуды. Мужчин в колене Иуды было больше 70 тысяч, а левитов было всего 8 тысяч. Представьте себе. Хотя был левик, как мы знаем. Он был старший брат, он был старше, чем Иуда. Но количество мужчин было меньше практически в 10 раз. Почему? Они не были в рабстве, на них не было давления. То есть, тут это удивительная вещь, в которой мы все время убегаем от сложностей. Но Бог, когда сказал, я Авраама люблю, и я Аврааму хочу дать награду за все 10 поколений, которые были до него, и после этого дал Бог Аврааму 10 испытаний. И в этом и есть награда. То есть, Всевышний, он... Это очень удивительная вещь. Когда люди идут в спецназ, например, служить, да, они проходят дети испытания, вот в Израиле, да, они идут в спецназ, конкурс, 40 человек на место. Они там просто их уничтожают, все. Потом они идут в спецназ. В спецназе они тренируются, просто это можно с ума сойти от этих тренировок. Такая тяжесть. И потом они в спецназе идут на войну в самые опасные места. И что? Как это так? И это спецназ, это то, к чему люди стремятся? Да, именно так работает. Если ты хочешь быть самым сильным в служении Всевышнему, то самыми сильными становятся только те люди, которые проходят серьезные испытания, и в них смогли выстоять. Тогда они становятся реально самые сильные. Поэтому на сегодняшний день, если раньше у меня были сомнения после 29 лет независимости в развитии Украины, как она будет развиваться, то сейчас у меня нет сомнений, что у Украины сейчас все шансы стать Сингапуром, как Сингапур, как самые развитые страны мира. Посмотрите, что интересно, да? До вот этих событий, до войны, кто знал Зеленского? Никто. Ну, в Украине его знали, но тоже так относились, там многие относились так, не с большим, скажем так, уважением. Сейчас это, по оценкам журнала «Таймс», самый влиятельный человек мира – это Зеленский. Вот так оно работает. То есть тот, кто проходит испытания, и он их проходит, тот становится невероятно сильным. Мы не имеем права просить у Всевышнего испытаний. Наоборот, надо просить, не давая мне испытаний. Царь Давид попросил у Всевышнего испытания, и потом попал в очень тяжелую, сложную ситуацию. Поэтому мы испытания не просим, а молимся по-простому, спокойненько. Опять же, я вам так советую, чтобы не брать на себя испытания, а служить Всевышнему просто, спокойно, золотая середина, без надрыва, без монашества, без каких-то служения Всевышнему – это ты утром проснулся, помолился, покушал, благословил, пошел честно отработал, поучил Тору, помолился, помог людям, помог близким людям. И это вот простое, понятное служение. Но я не претендую, что я знаю что-то такое особенное. Есть путь служения Раби Нахмана, есть путь служения Любавичского Рэбе, есть путь служения, пути служения религиозных сионистов, кого угодно. То есть, может, каждый человек, сказала нам Тора, Раби Ушоа бен Прахья, сказал нам Пертьявот, первая глава, он сказал так, То есть, есть люди, которые знающие, которые прошли жизненный путь, чьи системы уже работают, если хасиды уже более 200 лет, более 200 лет Брестовскому хасидуту, посмотри, подумай, поищи, может быть, это твоя душа, это твой путь. Поэтому очень важно выбрать себе Рава, выбрать себе систему и избавиться от сомнения. Это Рабан Гамлели, он сказал, найди себе Рава, избавься от сомнений и аль-тар-бэ-ли-асэ-рам-дот, не умножай, отделять ма-сэ-р десятину на глаз. Он говорит, жизнь это точно, это отличная штука. То есть, возьми и десятину, отмеряй десятину, 10 процентов. Сомневаешься, спроси у Рава, как правильно отмерять. Это вот Дамир все время спрашивал, как правильно быть здесь. Надо найти Рава-специалиста и избавиться от сомнения. И найти правильную жену, это правильно говорит Светлана, значит, найти правильную жену, Эшетхаль Мимса, Варахок Мимтини Михра. Она ценнее, чем драгоценности. А там дальше идет перечисление, что должна делать вот эта вот неправедная, а Эшетхаль, доблестная жена, женщины должны стараться быть доблестными женами. Все. Всем удачи, успехов. Счастливо. Хорошего дня.